Всем привет, на связи Мабу и вот в новом видео, в первом видео в нынешнем, в текущем году мы продолжаем разбирать мобильную разработку и в таком новогоднем подкасте мы с вами должны разобрать такую очень частую тему. Вы можете очень часто видеть в сети, на том же ютубе много призывов о том, что сейчас стоит заходить именно в мобильную разработку, это перспективно, это все очень хорошо, но никто основательно не разбирает, почему вы должны это сделать, почему именно мобильная разработка, почему не разработка игр под декстоп, например, почему, например, не веб-разработка в той же мере, допустим, как фронт-энд-разработка, почему именно мобильная разработка. И вот сегодня мы с вами поговорим, почему именно мобильная разработка стоит вашего внимания, для того, чтобы обучиться на разработчикам мобильных приложений и выбрать один из путей, по которому вы можете идти либо трудоустройство, либо работа на фрилансе, либо работа напрямую с заказчиками, либо создание, возможно, своих проектов. Сегодня мы будем в этом разбираться. Я думаю, подкаст не получится слишком длинным, потому что тут довольно-таки немного аспектов, по которым вообще стоит выбирать любую профессию. И тут довольно-таки быстро мы должны во всем разобраться. Итак, мы начинаем. Вы устраиваетесь поудобнее. Поехали. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе. Мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций. Ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. При выборе современной профессии нужно исходить из трех составляющих. Это порог входа, то есть, насколько легко войти в эту профессию. Сложность в обучении, то есть, насколько обычному неподготовленному человеку, скажем так, возможному студенту, насколько легко обучиться этой профессии. И самое главное, нам нужно понять востребованность на рынке этой профессии и потенциал для вашего развития, чтобы не было только одного направления. И давайте проанализируем именно разработку мобильных приложений по этим составляющим и потом сравним с профессиями, которые находятся рядом с этой профессией. Итак, первое, как я сказал, легкость входа. От вас не требуется ни знаний физики, ни знаний математики, ни знаний глубокой инженерии в плане IT технологий. Здесь все довольно-таки просто. Нужно знать схему обучения просто, и нужно знать, какой информации доверять, а какой нет, и что сейчас пользуется актуальностью, а что не пользуется актуальностью. То есть, вход, скажем так, со стороны ваших личных скиллов требуется от вас усидчивость, желание достичь этой цели и от вас иметь такого, скажем так, качества, скажем так, дятла, который будет долбить, долбить, пока не придет к своей цели. Ну, в принципе, это требование от человека к любой современной профессии, потому что тут нужно именно хотеть стать мобильным разработчиком. То есть, легкость входа в чем? Вам нужно взять, установить Android Studio, понять, как создаются пустые проекты, понять, как запустить свой пустой проект на своем смартфоне, понять, как создаются визуальные интерфейсы, все вот эти кнопки, переключатели, выезжающие панели. Ну, и все в таком духе. Затем вам нужно понять, как обрабатывать функционал всех этих виджетов, далее вы разбираете работу с базами данных, с сетью, и далее пошли уже некие моменты, связанные с архитектурой. И в плане эффективности работы уже приложений под капотом, тут мы говорим уже о многопоточности и о всех других небольших таких штрихах, которые вам нужно знать на начальном уровне, хотя бы на поверхности, и понять, где это применяется и уметь это применять. Далее, дальше глубоко не копать, глубоко будете копать, когда вы будете уже на конкретном примере, уже на практике. Но все поверхностно вам нужно знать. И самое интересное, что мой курс, Android разработчик за 3 месяца, если вы посмотрите программу, она плавно, сначала до конца проходит все эти ступени, настолько плавно, чтобы вам было очень легко в это войти. Итак, легкость входа со стороны скиллов, оно понятно, оно довольно-таки легко войти, просто от вас нужно лишь усидчивость, желание и заниматься этим. Сколько времени выделять? Ну хотя бы 2 часа в день, либо выделять на это выходные. Вот при таком условии за 3 месяца реально, если меньше будете выделять, то максимум за 6 месяцев. Как-то вот так вот все это устроено. Вход со стороны техники, на самом деле, очень долгое время не требовалось никакой особо сильных системных требований от вашего компьютера. Все-таки мы можем делать все это, обучаться и разрабатывать на системе Windows. Windows это система доступная, очень даже доступная, в отличие от iOS. Сейчас я вам конкретно буду говорить про Android. Мы разрабатываем Android под Android на системе Windows. Под iOS мы разрабатываем только на Macbook. Я забегаю вперед, скажу, что Android в этом выигрывает перед iOS. Но у iOS есть свои преимущества. В общем-то, мы под iOS можем разрабатывать только на Macbook. На Macbook нужно купить Macbook, довольно-таки не старое. Это вложение всегда требует от вас от 80 до 100 тысяч рублей. Ну, при счете в долларах, считайте сами. Да, под Android мы можем разрабатывать на абсолютно любом Windows. Но в последнее время Android студия выкатила требования такие, там, по-моему, 8 гигабайт оперативки, что такое. Ну, не прям уж мощный, но средний компьютер. Но я хочу сказать, на моем стареньком ноутбуке, на котором я начинал изучать Android, с, там, по-моему, оперативки, там, там в районе 2 или 4 гигабайт оперативки, все замечательно работает, ничего не тормозит. Поэтому, со стороны легкости входа в плане требований к технике, вот именно, чтобы зайти в Android, это довольно-таки легко, тоже препятствий нет. Чтобы зайти в iOS, там уже нужен Macbook. Но, как я говорил ранее в других своих видео, что iOS очень хорошо изучать после Android, потому что в Android намного все сложнее, чем в iOS. Ну, есть такие штуки, которые, например, не то, что сложнее, в Android они не автоматизированы, а в iOS они автоматизированы. Поэтому, очень просто, лучше всего зайти в Android, попрактиковаться, поработать Android разработчиком годик, и потом, если у вас будет такое желание, еще можете освоить iOS разработку. Я этот путь недавно прошел, также изучил, освоил iOS разработку, и поэтому я вам хочу сказать, что там довольно-таки, есть такие вещи, которые проще, проще на iOS. Да, но есть вещи, которые мне больше нравятся на Android. Поэтому, самый главный аспект, который мы должны понимать, насчет легкости входа, препятствий для входа по скиллам, как по скиллам, так и по технике, абсолютно никаких нет. Все довольно-таки очень просто зайти, просто нужно знать конкретную программу обучения, и что делать, что изучать конкретно. В этом, конечно же, поможет вам мой курс. Дальше, ну мы уже второй аспект немножко затронули, это легкость в обучении. Обучаться. Вот если брать по 10-бальной шкале, насколько легко обучаться, я бы сказал бы на четверочку. То есть, вы должны быть просто, на самом деле, пользователем компьютера. Ну, компьютера, да, то есть, вы не должны так, чтобы вот вы первый раз перед собой открыли компьютер, увидели, знали, что такое интернет, и сразу поняли, о, я хочу быть мобильным разработчиком. Нет, вы должны пользоваться интернетом, как бы, вы должны читать информацию, получать информацию в сети. То есть, достаточно такой типичный пользователь, современный пользователь. Я думаю, этим навыкам отвечают 80% просто, на самом деле, населения Земли, населения нашей планеты. Поэтому, обучаться ли легко? Да, довольно-таки легко. Опять же, нужен определенный план обучения. План обучения вы можете взять, зайти на мой садик, мой курс, там прям по урокам показано, что мы изучаем, да. Но, если хотите быстрее освоить, то можете записаться на курс. То есть, чтобы я вам помогал и вас направлял. То есть, легко ли обучиться? Да, довольно-таки легко. Начинаем со снов, с чего-то несложного. Постепенно материал усложняется, постепенно то, что вы должны изучить, усложняется. Но вы, по факту, вот это усложнение не будете особо чувствовать, потому что вы начинаете прокачивать себя. И еще самое очень важное, что вы должны видеть результат не через год, не через два. Вы должны видеть результат на вторую, на третью неделю. Вот вы изучаете, например, виджет-кнопка и виджет-текстовое поле. Вы должны понимать, для чего вам это нужно. Если вы не будете видеть результата, ваш мозг будет сопротивляться и не будет подаваться обучению, потому что он не будет понимать, для чего вам это нужно, где вы это будете использовать. Поэтому, легко ли обучаться? Да, довольно-таки легко. И самое главное, востребованность профессии. Если мы зайдем с вами на HeadHunter, я смотрел по своему городу, Миллионику, Ростов-на-Дону. Если мы зайдем на HeadHunter, я забиваю Android Developer, 56 вакансий. Это довольно-таки нормальный результат, такой, не для Москвы, конечно же, но я вот открываю и смотрю. И зарплаты довольно-таки, вот Junior от 45 до 70 тысяч, да, там дальше можно посмотреть, поискать. Да, вот, и это я зашел просто на Android разработчик. А если мы открываем iOS разработку следующую, тут также 51 вакансия, ну, то есть чуть меньше, потому что в целом их чуть меньше, самих iOS разработчиков, потому что, я говорю, нужны инвестиции для входа. Ну, опять же, первая вакансия, которая такая же зарплата, 45-70 тысяч рублей. Но кроме деления на Android и iOS, вам нужно понимать, что есть... Так, давайте, я все-таки упустил этот момент, я все-таки упустил этот момент, я вам сейчас расскажу, что мобильная разработка делится на две платформы, на Android и на iOS. То есть для того, чтобы стать профессиональным разработчиком, вам нужно выбрать какую-то одну платформу, хотя бы сначала. И если вы хотите прям трудоустроиться, то да-да, и в дальнейшем вам нужно выбирать только одну платформу. В Android легче войти, чем в iOS, потому что нет таких требований. И есть еще третья часть, это кроссплатформенная разработка, которая сейчас преимущественно идет на Flutter. То есть вы сразу разрабатываете по две платформы. Но опять же, для того, чтобы писать по две платформы, вам опять же нужен MacBook, для того, чтобы вы могли адаптировать свое мобильное приложение под iOS. Поэтому в любом случае лучший способ это Android разработка. Но опять же, если мы зайдем по поводу трудоустройства и по объем Flutter Developer, то мы увидим в моем же городе, миллионнике, 8 вакансий. Еще раз, 56 вакансий на Android разработчика, 51 вакансия на iOS разработчика, 8 вакансий на Flutter. Я думаю, насчет Flutter у нас все вопросы отпадают. Востребованность довольно-таки высокая. Поэтому можете смело сюда заходить, потому что вы сможете с легкостью... Ну, не с легкостью, придется походить, конечно, на собеседование. Опять же, те, кто идут на моем курсе, там есть бонусные модули, в которых я помогаю создать резюме. И даю советы о том, как проходить и готовиться в целом к собеседованию. Востребованность. Мы определили, что очень высокая востребованность. Ну, тем более, вы должны понимать, что сейчас это, скажем так, ну, не очень, может, хорошее слово, на хайпе. Это мобильная разработка, она просто идет из всех щелей, реклама идет, призывы стать мобильным разработчиком. Это связано с тем еще, что сейчас люди большинству информации потребляются смартфонов. И в некоторых большинствах случаях мы любим использовать различные сервисы в виде мобильных приложений. И в целом даже многие сайты уже заменяют на мобильные приложения, хотя я считаю, это нецелесообразно. Просто мобильное приложение нужно для того, чтобы человек смог сделать какую-то операцию или, ну, что-то мог сделать, какой-то сервис, чтобы он что-то мог для себя сделать. Сайты все-таки это больше для предоставления информации, а вот мобильные приложения это сервисы все-таки. И какой у вас потенциал для развития? Во-первых, вы можете трудоустроиться, во-вторых, вы можете брать заказы на фрилансе и работать на себя. Но сразу говорю, это и фриланс иностранный, потому что на русскоязычном фрилансе мало платят. И третий вариант, еще четыре варианта. Третий вариант, это работа без фриланса, но напрямую с заказчиками. Но часто этот способ вырастает из фриланса, человек уходит с фриланса и работает напрямую с заказчиками. Там более высокие чеки. И четвертый вариант, создание своего сервиса. То есть вы создаете свое мобильное приложение, которое вам приносит доход. Либо с помощью встроенных покупок, либо с помощью рекламы, которая там отображается. Но тогда ваше мобильное приложение должно быть массовым. Либо ваше приложение должно предоставлять какой-то функционал. Но самый ценный функционал, который нужен людям, он должен предоставляться по подписке. В целом, вот в целом, мы рассмотрели все составляющие с вами. И мы можем сделать вывод, что мобильная разработка очень, скажем так, симпатична для входа со всех сторон в плане современной профессии. То есть, довольно-таки легко войти. Не нужно особых требований к технике. Со временем заработаете на этой профессии, сможете купить себе мощный ПК. Легкость обучения легко довольно-таки войти. Востребованность высокая. Потенциал для развития широкий. Но из этой мобильной разработки приоритетнее для входа выглядит Android-разработка. Потому что в iOS-разработке есть некие проблемы со входом из-за оборудования. В целом, обучение примерно то же самое. Ну, просто я iOS изучал после Android-разработки, мне оно показалось легче. Поэтому, может, это мое ошибочное мнение. Потому что я уже изучал Android-разработку, мне ему было легче. Возможно, не так. Востребованность и потенциал для развития у Android и iOS-разработки примерно равный. То есть, это очень хорошая сфера, мобильная разработка в целом для входа в нее. Но не идите на кроссплатформенную разработку, потому что слишком маленький спрос. Слишком все неоднозначно. Может все это закончится. И при разработке кроссплатформенных приложений вы будете работать с бедными клиентами. А нет ничего хуже, чем бедный клиент. Поэтому, не советую. Советую идти в Android-разработку. Но, кстати говоря, с мобильной разработкой еще очень часто конкурирует фронтенд-разработка. Но, если мы забьем, тут, конечно, спрос на фронтендщиков больше. Там 126 вакансий. Но вы должны понимать, что тут уже меньше возможности для работы на фрилансе, скажем так. И для работы на заказах. И для работы на разработке собственных проектов. Потому что для работы на разработке собственных проектов вам нужен не только знание во фронтенде, но и в бэкэнде. По поводу фриланса. Заработок там меньше. Потому что очень много автоматизированных сервисов, которые все это заменили. Те же движки, например, WordPress. Да, если вы хотите строго трудоустройство, точно хотите фронтенд-разработчикам. Сначала тогда убедитесь, что вы любите HTML и CSS верстку. Если вы не любите эту верстку, то не стоит даже сюда идти. В плане мобильной разработки, все-таки мобильная разработка, она намного интереснее. Можно более качественное приложение делать. Поэтому тут уже то, что нравится. Но я лично советую. Я просто знаю, потому что я пришел в мобильную разработку из веб-разработки. И я знаю, насколько там себя чувствуешь. Насколько чувствуешь в мобильной разработке. И вот в мобильной разработке вы будете чувствовать себя намного лучше. В целом, это все, что я сегодня вам хотел рассказать. Если вы все-таки заинтересовались мобильной разработкой и хотите стать, например, Android-разработчиком, то я вам могу в этом помочь. Под видео есть ссылка на мою программу обучения. Также есть ссылки для связи со мной. Напишите мне на почту или во ВКонтакте. Если напишите на почту, я вам дам свой номер WhatsApp. И мы с вами спишемся, созвонимся и обговорим детали вашего обучения. Ну, в целом, на этом все. С вами был проект Mabu. Я готов вас радовать новым контентом в этом новом году. До встречи на следующей неделе. Всем пока.